Как так случилось, что совхоз имени Лянина вдруг оказался в отстающих в соответствии с рейтингом, который, я так понимаю, правительство Московской области заказало Минцельхозу? Нет, там не так. Был опубликован на одном всего ресурсе, касающемся Московской области, информация о том, что Минцельхоз провел какой-то рейтинг. Там написано, что по шести показателям Минцельхоз оценивает предприятие. И когда было опубликовано, то оказалось, что совхоз имени Лянина оказался худшим, первым в списке антилидеров. Естественно, я очень удивился и позвонил министру сельского хозяйства. Надо сказать, что министр сельского хозяйства Московской области выходить из нашего района, я его хорошо знаю. И выяснил такую интересную вещь. Там написано, что рейтинг должен составиться по шести показателям. Это зарплата, а у нас она самая высокая в Московской области, это вообще, наверное, в России. Это налоги. Мы самый большой налогоплательщик среди сельхозпредприятий, я об этом неоднократно говорил, в том числе и губернатор нас награждал за это. Там связано с использованием пашни, а у нас ни одного замечания по использованию земли сельхозназначения вообще никаких нет. Росельхозназор никогда нас не наказывал, поэтому мы 100% используем свою пашню. Ну и там есть еще одна такая вещь, которую, на мой взгляд, они не совсем правильно применяют. Это то, что есть такой показатель, удельный вес в общей выручке предприятия сельхозвыручки. В прошлом году мы произвели сельхозпродукции на 677 миллионов. И это одна из лучших показателей на 100 гектар пашни. То есть, если разделить общее количество изельхозпродукции и переработки на наши поля, выяснится, что это самая лучшая эффективность. Не только в Московской области, может быть, даже в России. Но из-за того, что у нас изъяли земельные участки, а изъяло у нас земельные участки правительство Московской области для строительства дорог, ну и еще Москва тоже для строительства дороги, мы получили достаточно приличные деньги. Хотя, конечно, они не те, которые могли бы получить, если бы была рыночная стоимость земли заплачена. Мы судились, что-то мы доказали в суде, что-то не доказали. Не считая, что мы выиграли, но, по крайней мере, втрое увеличили стоимость земли, которую хотели у нас изъять для строительства дорог. И в результате получилась выручка, которая не входит в выручку сельхозпродукцией. А также наши эти оппоненты, вот эти бандиты, которые пытаются захватить предприятия, рейдеры, они в суде, ну, мы знаем наш суд, насколько он справедлив, доказали, что директор совхоза 11 лет назад нанес ущерб совхозу в размере миллиарда. Это тоже выручка. И в результате их деятельности мы заплатили 130 миллионов налогов с этой выручки, конечно, никогда мы это не получим, деньги, потому что никогда у меня таких денег не было, нет и не будет. Но выручка есть, и мы ее в балансе показали. Это, естественно, размыло всю выручку от сельхозпроизводства. Поэтому я министру говорю, слушайте, ну, тогда не изымайте землю у нас. Значит, заберите своих, ну или не своих, он знает прекрасно, что происходит. С рейдерским захватом утихомирьте этих рейдеров из «Единой России», и тогда, может быть, у нас и этот показатель будет хороший. Потому что еще один показатель – выход продукции сельхозначения со 100 гектар у нас очень хороший. Потому что самая высокая урожайность зерновых, мы в прошлом году получили 60 сантиметров с гектара ячменя. Самая высокая урожайность картофеля – 375 сантиметров с гектара. Самая высокая урожайность свеклы, моркови за 700 сантиметров с гектар тоже. А капуста еще больше. Все это показывает, что мы эффективны. Значит, мы только землянки произвели, по-моему, 11,7 тонн с гектара. То есть, это достаточно по прошлому году очень хороший показатель. Никто из наших конкурентов в аграрном секторе, который занимается земляникой, таких объемов не получает. И такой урожайность. Мало того, если взять рейтинг плодопитомческих хозяйств, а всего в этом рейтинге участвовало в «Асси России» 294 предприятия, то мы по вот этим показателям на третьем месте находимся. Это комплексный показатель эффективности использования земли и всего остального. Поэтому не может хозяйство, которое находится на третьем месте в рейтинге России, находиться на последнем месте в рейтинге Московской области. Понятно, что это политика, это один из элементов рейдерской атаки, потому что пиар никто не отменял. Да, действительно, наши сотрудники показали, что мы в разы эффективнее рота Благовещения, рота Агро, всех этих организаций. Они стали первыми? Они, кстати, нет, они первыми не стали. Там вообще очень удивительный рейтинг. Например, выше их в рейтинге находятся такие предприятия, как Хохланд. А у них вообще пашни нет. Хохланд – это предприятие, которое производит плавленные сырки. То есть, там с рейтингом вообще беда. Но если взять Благовещение, которое с 3,5 тысяч гектар получило общей продукцией 470, по-моему, миллионов рублей, а мы с 2 тысяч гектар – 677. Понятно, что по этому показателю мы далеко их опережаем, в полтора раза. А если взять продуктивность скота, то у нас животноводство не является главной отраслью нашего предприятия. Мы тут почти 11 тысяч литров на корову доим, а не 7 с чем-то. Поэтому это смешные, скажем так, рейтинги. Но меня больше всего позабавило вот что. Ленинский район находится в зеленой зоне, на хорошем счету с точки зрения производства сельхозпродукции. А в Ленинском районе только одно предприятие – совхоз имени Ленина, которое находится в так называемой красной зоне, они там на зону делят. Я говорю к министру, а как это у вас так получается, что весь район, в котором только один совхоз занимает сельхозпродукцию, в зеленой зоне, а совхоз Ленина вам что-то не понравилось? Он меня успокоил, что мы проводили пока по одному показателю, вот именно по удельному весу выручки сельхозпроизводства. А по другим показателям вы наверняка будете лучшими. Я говорю, да я там в принципе все эти рейтинги по отношению к жизни никакого влияния на нас не оказываю. Наши работники знают прекрасно, что они получают самые высокие доходы среди всех сельхозпроизводителей. Мы модернизируем производство. Мы только в этом году порядка 30 миллионов потратили только на модернизацию, то есть на покупку новой техники. Покажите мне хоть одно предприятие, которое этим занимает. То есть он модернизирует так интенсивно, как мы. Причем для меня главным показателем, поскольку я давно работаю в сельском крейсе, являются совершенно другие показатели. Внесение удобрений на 100 гектар, энергооснащенность, то есть количество докторов на то, чтобы правильно производить воспродукцию. Подготовка к полевым работам. Видели, как прошел у нас техосмотр. И насколько качественно молодые наши инженеры подготовили всю технику. Наличие тактористов, в общем, кадровый состав стабильный. Наличие, кстати, я тут делал небольшой анализ. Количество людей, которые являются заслуженными работниками сельского хозяйства, заслуженными агрономами, награждены различными правительственными наградами правительства Московской области и правительства Российской Федерации, являются лауреатами различных премий правительства, у нас на 1 гектар гораздо выше, чем во всей России. Потому что действительно наши специалисты, это признано, общепризнано, всеми являются такими законодателями мод. И не зря к нам постоянно ездят делегации со всей России и посмотрят, как мы занимаемся животноводством, особенно растеневодством, земляникой. Мы действительно крупнейшее и лучшее предприятие с точки зрения производства ягод. Поэтому рейтинги эти для, скажем так, членов Единой России очень важны. Но главное не быть, главное, скажем так, у них вот такой рейтинг. Главное не быть, главное казаться. Мы не кажемся, мы действительно самое лучшее. Готов всех, кто захочет, провести по полям. Кстати, благодаря вам многие видят, как у нас идут полевые работы. Приехать на ферму, посмотреть, что такое переработка сельхозпродукции, а мы же очень много перерабатываем. Ну и потом показать экономические документы. И, кстати, мы специально опубликуем в ближайшее время годовой отчет нашего предприятия, чтобы показать, что несмотря на 4-й год на сыроидерская атака, финансовое состояние хозяйства достаточно стабил.